Здраво будьте лечим! Здраво будьте люди добрые! Вот так вот мы с Калюкой начинаем наше занятие о том, как провести овсень дома в кругу семьи. Я буквально пошагово расскажу, как это сделать. Первое. Овсень один из основных четырех праздников солнечного цикла. Мы знаем с вами Каляду, зимнее солнцестояние, Весень, весеннее равноденствие, Купалу, летнее солнцестояние. И вот овсень, завершающий мощный день осеннего равноденствия. Итак, овсень проводится, когда день равен ночи. И мы должны с вами выбрать день, именно когда по солнышку у нас день равен ночи. Для этого вы берете отрывной календарь или пользуетесь электронными средствами и находите время дня, где день и ночь по 12 часов. Или приблизительно по 12 часов. Обычно это происходит в районе 20, 21, 22 сентября. Естественно, вы можете четко не привязываться к этому дню, а выбрать в этом году, например, субботу 21 сентября и провести овсень в кругу семьи. Что нужно для этого праздника? Это праздник вечерний, поэтому проводите его 21 сентября вечером. Вечер вы начинаете со славления осени. И прежде чем у вас пройдет пир, потому что нужно на стол выставить все ваши кушанья с тех продуктов, которые вы получили, так сказать, на своем участке. А если у вас нету этого, то есть нету своего участка, то тогда вы все равно делаете пиршество, делаете пир горой, то есть делаете застолье, в котором чествуете матушку осенью. Итак, 21 сентября, в день осеннего равноденствия, вечером вы проводите праздник. Все дома вы проводите этот праздник. Можете с детьми разыграть небольшое представление. Вы должны в первую очередь поблагодарить богиню Ладу, богиню Лелю и богиню Дидлу. Они приходили к нам весной красной и открывали возможности жизни. А теперь они все славят матушку Мокош, которая идет к нам с урожаем. Поэтому первое, что вы делаете, славите богиню Ладу, слава богине Ладе, слава богине Леле, слава богине Дидле. Благодарим вас, великие матушки наши, что тридевятое царство сохраняете. Благодарим вас за урожай, что вы нам дарите. И после того, как мы восславили наших прекрасных берегинь, богинь Ладу, Лелю, Дидлу, мы с вами славим матушку Мокош. Потому что наше время, это время почитания матушки земли. И мы говорим с вами, славься матушка Мокош, благодарим тебя за урожай, что в нашу судьбу ты принесла. И благодарим за все, что у нас произошло в этом году. Вспоминаем, что у нас с весны этого года произошло. Вот я благодарю, что мы с вами провели вот такие циклы, нас остались только деды. Благодарю за то, что была возможность пообщаться с вами. Благодарю за то, что мы провели, например, в этом году в Хакасии большой фестиваль «Седьмое небо». Благодарю, благодарю, благодарю. То есть, благодарю за все, что произошло в этот год. То есть, мы благодарим за то, что у нас состоялось в этом году. И вот после такого благодарения можно, конечно же, воспеть матушку Мокош. Для этого здесь у нас есть с вами возможность такая. Я вам сейчас спою по куплету, а в самой группе будет полный текст. Первая песня вам хорошо известна. Во подоле Мокоши мир рождается. Во подоле Мокоши мир рождается. И, конечно же, еще одна прекрасная наша песня. Матушка Мокоши. Матушка Мокоши. Светлого рода река Мокоши ладила до лад. Мокоши ладила до лад. Мокоши ладила до лад. Мокоши лад. Поблагодарив матушку Мокоши, вы можете сотворить великое действо. Очень здорово в эти дни подготовить сноп. И вот этот сноп первого, так скажем, урожая из колосев, этот сноп, как раз вы подготовите на то, чтобы он стоял в красном углу на коляду. И вокруг этого снопа можно поводить хороводы. Очень хороший хоровод с простым-простым текстом. Дитла да овсень, дитла да овсень, дитла да овсень, овсень. Дедушка овсень, дедушка овсень, дедушка овсень. Поблагодарив сноп, его можно установить в красный угол или на кошу и чур, который у вас имеется дома. И таким образом вы уже, поблагодарив судьбу, готовитесь к встрече нового года. То есть вы уже начинаете вот здесь, вот в это осеннее время задумывать будущее, потому что мы благодарим за урожай, что посеешь, что пожнешь, но что пожнешь, то и посеешь. Поэтому от этого праздника, от вашей благодарности, зависит также ваше будущее. Чем лучше вы поблагодарите в этот день судьбу Матушку-Землю, вспомните ее. Опять-таки можно ей спеть песню. Мать сыра земля, Мать сыра земля, Матушка сыра земля. Благодарим тебя, Матушка, сура земля, солнечная земля, за то, что жизнь нам даришь. Благодарим всех наших предков, благодарим род наш великий. То есть вы должны здесь, конечно, установить определенную конкретику. И будет здорово, если к этому празднику вы подготовите свою живую книгу, что у вас стало предметом благодарности в этот год. Нарисуйте это, вклейте фотографии, то есть поблагодарите, и вам вернется в 100 крат больше. Дальше вы можете уже заседать за стол, взять братину, пустить братину с чистой колодезной водой по кругу или с квасом яром. И восславить уже такими песнями, которые вы от души желаете провести. У меня для этого в помощь вам суреница.рф. Руны-баюны, 10 томов. Можете оттуда выбрать какие-то понравившиеся вам пения. А сейчас вот, например, у меня тут баба Ига мне подсказала, что у меня есть книга, как раз здесь мы можем с вами восславить матушку Мокош. Как уставала земля, матушка, Рожаница в ополях золотых, Дедла ладная сева, матушка, Златовласая моя снов благих. В серпе роженицы сила сохранится, Род усилится. Как очищались, а воды полный рек, А в сене временем в одревах золотых. Дедла ладная сева, матушка, Златовласая моя снов благих. Гоша, мокоши, урожай, воржи, вербью снов свежи. Медовые яблони, урожай богач, На небе яхонты, месяц золотой. Дедла ладная сева, матушка, Златовласая моя снов благих. Маи серп благой. Вот такую вы можете руны роженицы восполнить. Или вот такая еще есть у меня руна. Редко мы ее исполняем. Как по правую руку солнца роженица, Как по левую руку солнца роженица, Рода, родина, тверди, матушка, Роженица, божья матушка, С изначала духа, душу вы храните. Двух твердын законы божие зиждите. Рода, родина, тверди, матушка, Роженица, божья матушка, Славим матеру, женицу света зорную, Славим родину сварожью богом данную, Рода, родина, тверди, матушка, Роженица, божья матушка. Итак, воспев роженицу, родину, Мы с вами пришли к этому прекрасному пониманию. Поговорите, поблагодарите родину, Вашу малую родину. Вспомните какие-то кривические истории Именно вашей малой родине. Восславьте их, оживите их в памяти, Потому что это же очень важный день благодарения. Как мы поблагодарим, Так нам и придет будущее. Праздник по своей сути очень простой, Повторяю, день осеннего равноденствия. Вечером вы устраиваете пир И славите родину. Вы славите бабушек своих, Матушек своих, предков своих. Вот и все. А как вы это делаете? Это ваше творчество. Я лишь немножко помогаю вам. Вот еще одна песня Для хорошего застолья, для пира. Золотой осень, Рдян и та осень, Ты хранишь врата лада осени, Во реке водой, В небесах звездой, Во лесах листвой, Охрани покой, Охрани покой, Во реке водой, В небесах звездой, Во лесах листвой, Охрани покой. Матушка земля, Полные поля, Ты кормилица наш, Прими поклон, Во реке водой, В небесах звездой, Во лесах листвой, Охрани покой, Во реке водой, В небесах звездой, Во лесах листвой, Охрани покой. Солнце на заход, Солнце на заход, Направляет ход, Солнце на заход, Золотой осень, Кружит хоробот, Во реке водой, В небесах звездой, Во лесах листвой, Охрани покой, Охрани покой, Во реке водой, В небесах звездой, Во лесах листвой, Охрани покой. Слава Авсению. И, конечно же, Завершить можете Замечательным действом Взять капусту, Прямо качан, Положить в средине комнаты, Или в средине лужайки, Может быть, Ваш пир пройдет на даче, И завернуть Вокруг него капустку. Уж капусток мы с вами Много кружили, Вы это дело Хорошо знаете. Можно посмотреть В наших материалах, Как мы эту капустку Закручиваем, А также Всем вам Я дарю свой диск, Где рассказываю Про овсень. И там Все этнографические Мои изыскания, Как мне баба Яга Попросила всем рассказать, Все складно сказывается. Надеюсь, Что в этот раз Вам все ясно, Как овсень Дома провести. Благодарю вас. Удачи! Ой... Счастья, Людмилы! У меня градости! Слава урожаю! Слава урожаю! Ураяяяяяяяяяя!!! Ураяяяяяяя... Ураяяяяяяяяяяяяяя wish